Я до сих пор не могу до конца сам посчитать. А птичьи права не получишь никогда. А зачем они мне? Для чего мне я птичьи права, Сергей? Объясните. Поля, благодарю за лайки и трансляции. Малой. Серёжа, привет. Интересно, интересно. Сейчас написать, что права трудно выучиться. Но они везде нужны, да? Скажу ещё. Типа, самолётами управляйте. Ямато уже в машине? Да, я уже в машине. Больше не учились считать. Типа, привет. Благодарю за лайки и трансляции, Коль. Ещё бесплатно не давали раньше. А-а-а. Ну ладно. Очень интересно, ничего не понятно, но это ладно. Налетать. Не, спасибо. Я ездить научился, мне хорошо. У меня всё прекрасно, всё нормально. У вас на шее кнопка? Нет. У меня на шее золото. Да, именно золото. Научусь летать с тобой на небо, там, где звёзды до рассвета. Говорят целами о любви. О, голос судится. Злата, привет. Это кнопка запускать пение, да. Именно она. Других кнопок у меня нет. Золотые зубы это топчик, ну не знаю. Мне не нравятся золотые зубы. Серёжа, ты куда они мне не нужны? Злата, привет-привет, как тебе дела? Как ваше утро, обед и ужин? Приятного, благодарю, я кофе пью. Кофеман я. Раф. В каком плане лучше без? Ну, лучше, наверное, с керамикой, я так думаю. Они всё-таки под свой идут цвет. Типа ты сам выбираешь, как тебе больше нравится. Правильно-правильно. Типа золотые зубы это проблема. У меня свои зубы, у меня нет пока вот с этим проблем. Собаку слышишь, моя? У вас ещё и собака есть? То птички, то собаки. Вы ещё определитесь, молодой человек. Простите. Ещё раз. Керамика должна быть в туалете, в ванной. А золото в зубах? Холодно. Холодно. Очень холодно. Я тут снова. О, это хорошо. Это Харисон. Игорь. Окно откроет. Спасибо. Благодарю за совет, но я что-то не хочу. Я не понимаю, что за выканали творится в чате, но ладно. Включи печку. Включи конди... Кайкадей. Не, кондиционер это будет слишком. Я точно задубею. Печку можно, но попозже. Пожалуй. Арчи, помощник, привет. Дашь покататься не осерьёзно. Нет, нет, нет. Свою машину, кроме себя, я никому не доверяю. Никому не дам покататься на своей машине. Дай покататься. Только если я всегда буду за рулем. И всё. Нет. Говорит, нет. Ты не знаешь, не знаешь и не будешь знать. Но. Свою машину. Типа вот покупай. В принципе. Покупай и езди. В чём проблема? Купил? Покатайся. Не покупал? Не покатаешься. Я опытный водитель, мне без разницы. Говорю, покупай машину, покатаешься. Типа, я тут ни при чём. Типа, я тут ни при чём. Типа, я тут. Типа, я тут. Опытный водитель, я тоже опытный водитель, ну что ж теперь? Это что за пушка-гонка? Дед Василий, я не знаю о чем вы. Пипи дай сделать. Нет, не надо. Я, кстати, вот сигналь очень редко, прям максимально редко, даже если что-то происходит, я не хочу пугать людей, типа, пугать людей сигналом. Просто люди не понимают, даже если они сигналят кого-то в виде знакомого, они начинают сигналить, люди, которые за рулем могут напугаться. Они это вообще не соображают, вообще сигнализм в городе нельзя, запрещено. По факту. Те, кто это делает, это вообще не понимают, зачем. А мне, Биби. Сигнал создан для того, чтобы, как бы, предупредить об аварийной ситуации, если какую-то аварию, типа, если какая-то аварийная ситуация происходит. Но, не всегда его нужно использовать. По одной простой причине, если... Не понимаю, чтобы доказать, типа, свою правоту, вот, ты дурак, что ли. Типа, вот это вот сказать, ты и так это можешь сказать, типа, зачем, типа, сигналить. Пугать людей вокруг. Сигнал-то работает, ну, так нормально. Хорошо, сигнал. Сделать так и в пол. Дед Васильев, я никуда не еду. Машину жалко. Андрей, здравствуйте. Трансляция, Злат. Врум сделал. А че бензин в хвосты угоняешь? В каком плане? У меня все выключено. Я просто встаю, отдыхаю. Александр, благодарю за лайк-трансляцию. Я щас кататься поеду. Давай, езжай. Максим, благодарю за лайк-трансляцию. Вадик сюда своих друзей прислал, походу. Я тоже его заметила, Игорь. Он же в блоке. Наконец-то машина. Благодарю за лайк-трансляцию, ребят. Уже 23,8 ка на Таполе. Тебе дизель надо? Мне ничего не надо. Мне так все прекрасно. Как бы... Сергей, я, в принципе, вас не спрашиваю, что мне надо, что мне не надо, правильно? Так почему вы пытаетесь навязать мне свое мнение? Войдите из дома. Заведите свою машину. Если вам нужно. Наматывайте. Я тут при чем? Баракуда, привет. Я не понимаю. Типа, вот у вас есть своя голова на плечах, но почему-то вы мне говорите, что мне нужно делать. Ну так и дети делаете. Я тут при чем?